Оскар, кстати, спасибо тебе за ссылку, он скинул ссылку как раз на это видео, которое я буду делать обзор, это типа эксклюзивный геймплей какого-то подсека, у него 840 тысяч подписчиков, и типа его пригласили в офис, ну, поснимать, в общем, игрушку, ну, ничего, не заплатили, просто типа, чтобы пропиариться, и, короче, давайте посмотрим, не понимаю, почему я это видео не увидел вчера, вроде пишется трансляция, типа, 9 часов закончилось назад, но, ну, у меня в рекомендациях ничего такого не появилось, хуй его знают, давайте глянем, вот он, типа, спасибо, спасибо, типа, за то, что предоставили мне доступ, Бля, я это, я одно видео уже удалил, я снял этот ролик, господи, 2 часа назад, и я его случайно удалил, пиздец, пытался восстановить, но не получилось, приходится перезаписывать, пиздец, я это уже видел в прошлом, ну, в своем ролике, да, который я, падла, удалил, это, если что, и 3 билд, здесь засветят, засветят пару классных скиллов, это он будет, типа, объяснять нам, что, типа, 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 у каждого скилла, основного может быть только одна, один подбонус, и нельзя взять 3 бонуса сразу, в общем, вот это прикольный скилл, типа, кластер спайдеров, но, типа, фишка в том, что, типа, ну, они как бы взрываются, то есть, ты их, типа, вызываешь, они ядом, как бы, поражают, и взрываются на теле орков, и тем самым убивая их, но для этого нужно найти какие-то воспоминания шейллоб, или что, вот она, то есть, для всего, туда же есть брус квест, где-то здесь, вот здесь, вот того Олахая в трейдере, которого вы показывали, у него тоже есть квесты, пиздец, как скучно снимать второй ролик, такой же самый, пиздец, как я его мог удалить вообще, это же бред, я думал это, я думал это совершенно не тот ролик, ну, ладно. Если что, он сейчас рассказывает, типа, про вот эти подбонусы, рассказывает про то, что в игре есть снаряжение, вся хуйня, типа, меняются скины и прочее. Я уже, по-моему, видео изучил полностью, я знаю, что и как. Как его вообще мог удалить, что за бред вообще, блядь, как это произошло, ну, пиздец. Да, он здесь, конечно, тупить будет жестко, я спойлерну. Меня, по-моему, в конце видео даже выбесило, и я сказал, такой, блядь, спасибо, что оно закончилось, пиздец, и я его удалил. Ну, как, блядь? Бесит, просто бесит. Даже какого-то, что ли, эффекта нету. То есть, даже как-то уже грустно, что это снимает. Вот Гайдек тут, он снимает, если что, на ПК. ПК такой неплохой, сложность стандартная, чисто для изучения игры. Все на ультрах у него, по-моему. Да. Ну, естественно, нихуясь. GTX 1070, или 80, по-моему. Вот, 80 Ti. Там 8 гигов, по-моему, если не больше. Я не знаю, по-моему, 8 гигов. За глаза хватает. Блядь, я... Как же это скучно, пиздец. Скучно не сама играя. Я первый раз, когда снимал, мне было нереально круто. Я тащился, а сейчас уже нет. Нет, не тащусь. Ну, это они собирают армии, чтобы опять посадкаться. Чунь-чунь. Ну, типа, делитесь моим видео, все говно. Типа, лайкайте, все дерьмо. Типа, потом я буду раздавать ключи к Shadow of War. Ну, потом, когда она выйдет. Блядь, как все. Ну, во второй раз это, конечно, зашкварно, зашкварно снимать. То есть, это реально зашкварно. Сам тупанул, конечно. Ну, блин, все равно, я думал этот ролик именно оригинальный. А получилось, нет. Да, сейчас будет фан-момент, конечно. Кстати, вот этот урод вообще просто... Нечто. Нечто, ребят. Это нечто. Это... Сразу говорю заранее. Вот этот уродец... Нечто. Вот этот мастер, в кавычках, тоже фановый. Как только, короче, начнется осада... Он, короче, убегает. Тоже боится караора. Тамада по вызову, короче. Ребят, тамада по вызову. Пришел, толкнул речь и убежал. Вообще, мастер просто. Десять из десяти. Наши почему-то в обратную сторону бегут. Дикий ассасин сдох. Прикольно. Сгорел заживо. Тут паркурщики с молотками лазят. Имперский шлем. Вот говно. Убейте его кто-нибудь. Почему у нашего имперский шлем? Это же стыдно, это же стыдно. Я бы никогда это не одевал. Вот это меня что-то потрясло. Он стоит на точке, его никто не трогает. Вообще, стоит на точке. Такой, типа, вокруг куча капитанов, и его даже никто не атакует. Вот этот мне напомнил оптимуса. Блин, он реально крутой. Я бы его приручил. Просто реально клевочем. Топоры метает, короче. Блин, я бы его в натуре приручил. Он реально четкий. Топоры метает, короче. Бомбочки, вся хуйня. Вот эта бомба, мне кажется, на самой последней сложности вырубит тебя ваншотом. Если... Наверное, на самой последней сложности даже копье у тебя шотает. Но все равно. На то, что она и последняя сложность, да? Чтоб тебя убивали моментально. О, легендарная бронька. Все наши подохли. Прикольно. Почему так? Да, ну баса, конечно, подставили играется. Он тут вообще еле-либо что может сделать. Пытается помогать нашим воинам, но у него не очень получается. Берсерки вообще рулят в США. Вот мне нравится, что я тогда еще говорил, а теперь все. Сейчас скажу. Смотрите, сзади казнят нашего лохая, потому что у него мало хп, произошел скрипт. Получается, зачем они добавили дружбу урукам? Смотрите, первый ему в рожу, ну, получается шею проткнул, а Берсерк сзади ударит по голове, его на спину положит и будет бить по голове еще раз. Смотрите просто, как это будет происходить. Он его за спину кидает, видите, и бьет по голове. Пиздец. Классный этот. Четко это сделали, что у них дружба теперь есть. То есть отсылаешь такой чувака на дуэль, он приходит один, и потом ты отсылаешь второго ему на помощь. Они такие вдвоем приходят на дуэль и такие, братишка, спасибо, что помог. Они такие, не без проблем вообще, и они вдвоем вражеского капитана разносят. Тарк Слэйер, короче. Тарк Слэйер, короче. Кремы там улучшат свои высоты. И они приготовят и будут убивать тебя. Поэтому всегда страшно, когда ты умир, если играет более сложнее для тебя, чтобы не будет наблюдать. Так что это даже пример. И сзади мы дальше ухажаем, и посмотрим, что сможем получать ền бензин, который, который от-'д unquote-тварь. Ну типа он говорит, что каждый раз умирать, ну умирая, каждый раз становится все труднее и труднее, типа захватывая одну и ту же крепость. Здесь интересные, конечно, моменты будут, но в большинстве моментов этот ролик скучным будет. Ну, лично для меня, как во второй раз, это уже пиздец. Мне вот интересно, а он пугается карагоров только не оседленных или верхом на карагорах тоже боится? Вот тоже такой нюанс. Блин. Типа, вы армия дебилов, что попробовали снова сюда сунуться, я вас всех убью, короче, и вы снова проиграете. Они в одинаковых шлемах, пиздец. Вперед, ленивые ублюдки! Ну и, конечно же, нас чувак убирает. Куда же без этого? Его на новую свадьбу позвали. Выступать, короче. Арбалетчики меня здесь тоже удивили, они прям в ближнем бою пиздец мочат. Я просто не замечал раньше, у них есть шипы на арбалетах, и они ими бьются. Хотя арбалетчиков здесь очень много, реально очень много. Ну вот этот момент, конечно, я упущу. Что у него изо рта вылет... Блин, ладно. Вот это вообще анимация действительности. Ну это же и три билд, что вы хотите, господи, ну... Бывает. Игра классная, а такие недочеты мелкие, это, ну, блядь, это похуй вообще, лично для меня. Пиздец, выпустил бы уже это видео, зачем я... Блин, я его случайно что-то удалил? А, да, этот чувак, короче, упал в бледаут, и стена сломалась, и получается, ему не на чем было стоять, и он умер. Бледаут, это если что, истекал кровью, ну, кто не знает. Я чихнул, ёпта. Так, дракон. Блин, нихера себе там, короче, капитанов, и всем похуй на огонь вообще. Гра ухорошит стену. Ну, его там убьют, по-моему, насколько я помню. И, да, его уже убили. Сейчас наш Аллахай красиво казнит этого вождя. Мне прям пиздец нравится. Бум! Бум, блядь. Это пиздец. Ну, правда, он казнил того чувака, которого я хотел привлечить, но... Это жизнь, это жизнь. Плюс не я играю. Если бы я хотел, чтобы он был моим, я бы его уже давно привлечил. Но, блин, всё равно жалко. Они таких чуваков убивают вообще. Правда, у меня реакция в первый раз была лучше, но... Просто сейчас уже подустал немного. Плюс на работу сейчас нужно было бежать. Пиздец, успею, не успею. Три часа. А сколько мне? В пять надо... А, ну за два часа спокойно успею выпустить ролик. Но всё равно неприятно. В первый раз у меня впечатления были гораздо лучше. И говорил я больше. Сейчас как-то вообще не хочется уже, честно говоря. Пойти, что ли, шоколадку взять, я не знаю. Давай, хуй или нет. Ну хорошо. Шоколадку взял, погнали. Арбалетчики, конечно, в ближнем бою стали прямо дикими какими-то вообще. У него даже его татухи, он покрашен в красное и становится покрашен в синее пиздец. На харте вообще никто не отмечается. Вообще никого не ма. Пиздец. Карта пустая вообще. Шо-шо-шо? 12-процентный шанс получить полную ярость при попадании по врагу. 19-процентный шанс, ну, когда делаешь крит, применить на нём яд. То есть поразить ядом при крите. Кстати, он, по-моему, руну кинжала протупит. Она слева была, он её просто пробежит. Ага. Ну да. Ну скажу вам, ребят. Чё за хуйня? О! Нашего дзюбила с легионским шлемом убьют. Если на то пошло, я даю добро. Скормите его тело хулом. Разорвите его на части и скормите его хулом. Я даю добро. Скажу я вам, от шоколадки гораздо легче, знаете. Настроение прямо поднялось. Кстати, вот этот капитан мне жёстко нравится, Сэйвэдж. Плюс он этот бестмастер и дикий, и у него глаза красные. И он весь в костях. Боже, ебать, какой же он пиздатый просто. Спойлер, его заклеймят за нас. И он, ну, он оправдает себя. Я просто скажу одно, он себя оправдает. Боже, он такой пиздатый вообще. Он такой пиздатый. Он безумно красивый. Просто безумно красивый. Паркур. Ассасин скрит. Ёпта. Пф, одна тычка, он улетел так сразу. О, наш Аллахай кому-то захват делает. Боже, этот Сэйвэдж просто охуенен. Join my army. Да-да-да, я помню, я помню. Я тогда так кричал в прошлом ролике, когда снимал его. Бля, зачем я его удалил? Там такие реакции были охуенные. Такой... Оказывается, дикие, короче, по-любасу... Даже если он не бейсмастер, все равно, как бы, они могут иметь своих этих животных. Ну, типа, он же дикий, правда? Сталкер, блядь. Дарк трекер. Аллахая убили. Щитовиков здесь, конечно, забафали, пиздец. Жестко, жестко. Смотрите, он просто напрыгнул и щитовика рубит. Я говорил, он себя окупит, он жесткий поц вообще. Жесткий-жесткий поц. Не, ну, выглядит очень красиво. Гораздо лучше, чем первая часть. Это пиздец. Это в разы круче. Правда, он просрет суперудар на обычном уруке. Капкан стоит, прикиньте. Ну, хотя бы этого дебила убили, который, блядь, с имперским шлемом. Я знаю, я читал в комментариях, там, моим людям, ну, моим зрителям, да, нравятся, как бы, такие, ну, некоторым я там видел двое. Один написал, мне нравятся имперские шлемы, второй такой, да, мне тоже, мне тоже, типа, но я просто, я их ненавижу, я их просто не могу терпеть. Это, фу-фу-фу, зачем они вообще их придумали, дерьмо-дерьмо. Мне еще со Скайрима они так вообще напрягали, а теперь так, так вообще, я просто ненавижу их, так сказать. Веточка, так, веточка, потом они найдут книгу, книгу, я уже, я уже изучил. Тут будет один квест интересный, а вот второй квест будет повторяющийся, это, типа, про природу. Ну, вот это, которое мы видели, в лесу, короче, там, где дракон, типа, в деревьях, в спину, на сука. Я тогда кричал, приручи его, приручи его, и он его и приручит, короче, вот этого мистику Аллахая, такой клевый. Он такой выглядит, будто давно не пил, короче, ну, типа, он пересушенный, знаете, типа, сдох уже. Мухи всякие, вся хуйня, мы отравлены, короче. Чё это было? Три, три карагора, ребят, три карагора защищают, ну, этот сдох вообще, на шпагат упал и сдох. Три карагора защищают моего дикого чувака. Кстати, по-моему, я тогда говорил, что легендарная руна, это вот эта всё-таки фиолетовая, а не оранжевая, потому что у оранжевой меньше способности, чем у этого, у этой руны. Лесная руна и, по-моему, броняну минорцу, да, или гондрец, ага, гондрец. Вот. Луна рука, лука здесь гораздо лучше, видите, здесь больше скиллов, плюс бонусы за сет. То есть увеличивается урон от яда, по врагам 37% шанс хэдшот навешает яд, 37% шанс хэдшот повешает огонь, плюс способность длинного лука проходить сквозь врагов, то есть заряженный выстрел проходит сквозь врагов. Первый сет бонусы, это получаешь одну ярость, которую ты казнишь, ну, которую ты пользуешься, чтобы тратишь и проводить казнь, вот эта типа полоска оранжевая, и ты её получаешь, когда враги получают урон от твоего яда, и второй сет бонусы, это при четырёх вещах, если ты соберёшь четыре вещи из этого бонус сета, получишь все атаки, имея 10% шанс навешать взрывной, взрывной, такой сказать, ядовитую волну, то есть ты стреляешь, короче, или бьёшь бомжа, и потом он взрывается ядом, и вешает яд весь, ну, на всех вокруг и на себя тоже, получается вот так. Правда, урона всего лишь на два больше, это как-то странно. Хорошо. Тут у каждого племени есть свои бонус сеты, то есть у каждого племени есть свой сет, собрав который ты будешь нереально крутым. Ну, на самом деле я не вижу различий вот сейчас на ультре, я смотрю, да, и как бы различия между тем, что они играли на Иксбоксе. Это немного странно, как по мне. Ну, может быть потому, что видео в 720, что вполне, наверное, и есть с ответом. То есть я не могу увидеть разницу из-за 720p, хотя, может быть, хуй его знает. Я Оскара, надеюсь, поблагодарил в начале видео за то, что он скинул мне ссылку. Может и нет. Ну, ничего, в конце видео поблагодарю еще раз, если не благодарил, хуй с ним. Подождет, ничего страшного. Боже, как мне не нравится скин вороны и броня у него дебильные. Но я предупреждал, короче, что поцик принесет сюрприз. Сейчас увидите, какой. И тут я, в принципе, полностью согласен с решением игрока, но кое в чем все-таки я с ним не согласен. Этот арбалетчик немного, 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 немного перебафанный. Очень перебафанный. Во-первых, он косой. Как можно было бы промахнуться по стоящей цели, пиздец. Во-вторых, он перебафанный. Во-вторых, он некрасивый, что, в принципе, дает ему уже минус 2 к отношению меня к нему. То есть, я его по-любому уже убью, а не приручу. В-третьих, эти арбалетчики нереально косые. Как они по талиону не попадают, просто это пиздец. Ну, хотя это рекрут, и я не удивлен, но как капитан не попал, это немного странно. Сейчас посмотрите, он, ну, реально, я за спойлерю, как бы смысла нету, да, вы все равно будете смотреть это видео. Но, я вам сразу говорю, что он перебафанный. Вы увидите, почему. Олухаи, кстати, рекруты, ловят 2 шедоустрайка, и тогда только умирают. На втором они умирают. На первом они только косвится, а на втором умирают. Опа, и минус голова. У них такая странная анимация смерти. Ихнее тело пытается физично упасть, но не очень-то получается. Хэдшот. У него такая странная атака есть, вот, вообще, что это такое, что это за телепорт? А потом он просто отбегает назад и бьет. При этом он полностью неуязвим. То есть, мечом по нему трудно попасть. Как это вообще, блядь, работает? Странный очень вождь вообще. Это самый жесткий оверлорд, которого я вообще только видел за все это время. Это самый жесткий оверлорд. С ним реально тут минут 40 тягаться будет. Я сразу говорю, что минут 40 ролика это только займет оверлорд. То есть, он будет вот так вот бегать, хилиться, а потом опять бегать, хилиться, и будет пытаться его потихоньку запиздить. Юниты, конечно, здесь бесконечные. Вот эти, которые прибегают, но ничего страшного. Не страшно, не страшно, не страшно. Берсерки ебанутые. Они в первой части блокировали, в принципе, весь входящий урон впереди, но в этой части они более жесткие. Потому что усилили им, усилили всех юнитов, чтобы они сражались лучше. По-моему, тут даже, короче, этот, который чувак монтажит, он тоже психанет и будет проматывать. То есть, здесь будут нарезки боя с оверлордом, вот этим. Потому что, ну, очень долго. Смотри, он просто бежит назад, и по нему хуй попадешь. Что за бред? А потом он телепортируется. Ты прикинь, вот это вражина, а есть ли его союзники? Он может на равных сражаться с мечниками, он просто может телепортироваться и бежать назад, стрелять в них, и все. Самый жесткий оверлорд. Реально, которого я только видел. Вот это добивание очень красочное. Я говорю, оверлорд жесткий. Стоит сзади и хилится пидор по чуть-чуть. Потом просто этот психанет и будет нарезочка. Как он его будет убивать? Потому что очень долго это все длится. Домах по нему вообще не проходит. Он телепортируется постоянно. Вот, он говорит, что я заебался уже. Давайте я буду проматывать. Потому что, как бы, это, блядь, нереально жестко. Вот он промотал. Это уже половина хп, вот он проматывает. Что-что-что-что-что? Добивание казни на капитанах делают твои атаки покрытыми ядом на 10 секунд. Потом он показывает карту, потом он показывает выход. Немного странный монтаж. Потом он опять дерется. То есть, он дерется, дерется. Дерется. Дерется, дерется, дерется. Дерется. Очень долго, в общем, дерется. Охуенный комментарий от Андрюхи. Дерется, дерется. Это примерно, как комментируют вот эти всякие футболы. Ну, я не смотрю их, но примерно комментарии такие же. То есть, там, чувак взял мяч, он говорит, там, типа, какой-то чел ведет мяч. Типа, давайте пожелаем ему удачи. Пиздец просто комментарий. Вообще не понимаю, насколько бесполезными могут быть комментаторы. Вообще очевидные вещи, типа, вот, мы убиваем Урука. Мы его проткнули, да, типа. Ну, это для слепых, типа, если слепой откроет твое видео, типа, чтобы он в курсе, что за звуки происходят. Он набросится на талию, снесет ему все хп. Жесткий, на самом деле, арбалетчик какой-то. Я, на самом деле, так и не понял, почему он настолько жесткий. Плюс его нельзя перепрыгнуть. Он легендарный, короче, просто. С него выпадет сет. В итоге, по-моему, он его заклеймит. Я вам сразу его спойлерю. Плюс огненные выстрелы. Он реально будет долго с ним махаться. Я же предупреждаю. Короче, хорошо, блядь. Если мне предстоит пройти этот ролик еще раз, хорошо. Давайте ее обнимем газировки. Так уж и быть, последний раз. Сука, с этого момента вообще не буду удалять ни одно видео. Все, погнали, блядь. Ебашим парнишку. В итоге мы его сломаем. Блядь, ну, урод, конечно, но а что делать, блядь? Если... Ну, он реально мощный. Я даже не знаю. Если бы... На самом деле, можно дать одно место, знаете. У меня в армии есть места только самым красивым и самым сильным уроком. Но! Есть одно место, которое для урода, но для сильного урода. Вот оно одно. Он занял эту ячейку. Все, больше уродов в армии нельзя. Какими бы они сильными не были. Ну, на самом деле, так бездушевно выступает. Вообще, очень жестко, жестко, жестко. Мордор баланс таю. И он предложит мне, короче. Все, ебашим об землю. Бу! На самом деле, я бы поставил вот этого сэведжа, которого... Ну, я приручил. Ну, допустим, я, да. И оверлорд не дефит, это оверлорд теймит. Но он приручен все-таки, он не побежден. Легендарная руна. И, короче... Гемка выпала. Вот, на самом деле, я бы поставил вот этого сэведжа, которого заклеймили в этом бою. Он нереально красивый. Он реально жесткий. Да ты даже маленький такой, вообще. У него красные глаза, у него охуенный шлем, у него охуенная броня, у него охуенная дубина. Но, к сожалению, поставят этого арбалетчика снова на оверлорда. То есть, я не вижу смысла. Ну, блядь, он его приручил. Он жесткий, я не понимаю. Он не листает вот это. Он, блядь, не умеет, что ли? Или он специально... Почему он не листает способности? Я хотел бы узнать, почему он настолько ебанутый. А он не листает, ему похуй, потому что он на бенцил. У него 840 тысяч подписчиков и 840 тысяч дебилов, которые реально, ну, смотрят и им это нравится. Мне напрягает, блядь, ну, что он, как бы, это не делает. Охуеть, если тебе дали эксклюзивный, блядь, доступ, так покажи, блядь, у ебан. Если тебе дали эксклюзивный доступ, будь добр, покажи, блядь, сука, всё. Вот, рейд за припасами какой-то выпал. Но сейчас он, кстати, побежит выполнять квест... Вот этот, типа, прошлый, да, вот этот вот. Типа, тут можно проматывать. Он побежит его выполнять. Так, этот меч, я прочитал, что он даёт. Квест про прошлое вот этого Келембримбора, призрака, короче. Так, кинжалики поменяет. Это поменяет. Руну, может быть, поменяет. Да, потом, короче, будет ломать... Вот эти сеты, видите, в каждом племени есть свои сеты, короче. Вся хуйня, в общем, бывает. Он сейчас будет ломать мечи ради бабок, в общем-то хуйня. Ой, блядь, это можно проматывать, 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 проматывать. Вот он прыгает, блядь. Сейчас он добежит до этого квеста. Вот это я проматывать не буду. На самом деле, интересно, а что будет, если скинуть... Ну, можно ли скинуть нашего урока с Карагора, и тогда покататься на Карагоре, или, получается, Карагор станет враждебным? Интересно, на самом деле. Арбалетчики даже арбалеты в руках не носят. Они, типа, ну, у них тревоги нету, и поэтому нахуй... Олахай вражеские связаны в наручниках. Прикольно, прикольно. Всё, похуй. Давайте, короче, монумент какой-то в нашей крепости. Почему его не сломали? Непонятно. Типа, надо самому сломать? Чё за бред? Карагор залез в нашу крепость. Сзади руна кинжала. Легендарная. Ну, ему похуй, он бежит прямо. Он слепой. У него, ну, я не понимаю, криворукий какой-то пиздец. Наконец-то додумался, или нашёл кнопку призыва карагоров. Он не пользовался этими способностями во время штурма. Непонятно почему. Кстати, на карагоре всё равно играет вот эта музыка. И на грауге тоже. Вот эта музыка, типа... Как и в первой части, садись, и она играет. Ну, если ты садись на животное, типа грауг, то там играет такая жёсткая музыка, типа военная. То здесь тоже эти музыки, короче, их добавили. На карагоре лесная, на грауге вот это военная. Первый раз, по-моему, у него не очень получится пройти этот квест, но потом он расшарится и пройдёт всё-таки. Хулы здесь, конечно, такие жеватные, то есть, мусорные. Их можно раскидывать захватами. Пиздец. На самом деле их можно давить. Я не понимаю, зачем их обжигать огнём, если бы не задание вот это, типа поджечь 100 хулов. Я бы их не поджигал. Ну, я бы их просто давил. Я бы ходил по ним, я бы даже не бил. А просто, ну, ходил. Они бы умирали. Грауги бегают, конечно, пиздец, как быстро. Интересно, где достать вот этого грауга на обычном режиме, то есть, во фри-моде? То есть, он, наверное, где-то в пизде карты в пещере какой-то сидит. Её надо найти. Или, может быть, прокачать ветку призывов, и тогда можно будет их призывать. Я не знаю, где его можно будет достать, если это не квест. Может быть, только Саурон. Ну, типа, в специальных крепостях можно будет его найти. Тоже хуй его знает. Паркур граугом. Паркур. И тут он его убьёт. Ну, в итоге соснёт. Ну, я имею в виду, провалит квест. Потому что перепиздить столько хулов мечом, это несколько тупо. Хотя, если бы он сейчас ударил об землю, вот этим, типа, светящимся ударом, то, может быть, он бы ещё и прошёл. А так, нет. Они его забьют до смерти, и он умрёт. Не, насчёт умрёт не уверен, но... На коленку упадёт сто процентов. Хребёт сломал, пиздец. Он, по-моему, перезапустит задание. Да-да-да. И заметьте, ребята, это лёгкая сложность. Это самая лёгкая сложность, и он сосёт. Самое прикольное, что земля остаётся гореть, даже после того, как мы убираем огонь. То есть, она, типа, поджигается и горит. И если кто ступает туда, то они поджигаются. А хулы, они же ватные. Получается, можно, типа, сделать такой, типа, заборчик, да, пожечь землю, а потом они не могут обойти её, потому что она горит. Они ступают туда, и они сразу, короче, сгорают. Очень фаново это всё выглядит. У него полная ярость. Интересно, это получается, если он кого-то сожрёт, то много хп восстановит? Я просто не понимаю. Бля, прикольная моделька анимации у граугов, конечно. Ну ладно. Кусты сгорают тоже жёстко. Ну и всё, он прошёл, короче, в итоге. Он пройдёт это на золото, ну, насколько я помню. Он выполнит все задания и получит скиллпоинт. И в итоге просрёт скиллпоинт на бесполезный скилл. Вот увидите просто, на что он их просрёт. Вот он, короче, прошёл. Сейчас, короче, закончится вот эта вся поебня. Ему дадут скиллпоинт. Он будет его тратить. Вот, и потратит, короче, на этот. Что-то связанное с ядом, короче, вам помню. Угроза смерти, кстати. Объясняю насчёт угрозы смерти. Я это уже видел, просто сейчас он будет листать по ним. Вот это полная, полная, типа, беспощадность. Это дополнительное задание к угрозе смерти. То есть, если ты его выполняешь при убийстве капитана, которому ты пригрозил, ты получаешь дополнительную награду. И есть хуже, чем смерть скилл. Это, типа, ты настолько унижаешь капитана, что он, типа, полностью исключается из общества уруков. Он становится конченным отбитым хуесосом, который будет искать тебя по всему Мордору. И если найдёт, то он будет тебя охуярить до потери пульса вообще. Он, короче, станет маньяком и одержимым тем, чтобы отомстить тебе полностью отбитым. Он просто... Вот нет, чтобы просрать скилл на что-то такое. А, короче, он просрёт что-то там при атаке, блядь... Не-не-не-не. Вот этот, вот-вот! Типа, отравленный... Отравленный бомж имеет шанс взорваться и, типа... Зая... Ну, типа, как это будет? Отравить всех вокруг. То есть, после того, как он взрывается, этот бомжара, он, типа, как бочка, да, отравляет всех вокруг себя. Охуеть! И зачем было тратить на это скилл? Не понимаю просто, не понимаю. Сейчас он пойдёт на казнь, да. На самом деле, казнь здесь очень круто выглядит. Сейчас сами увидите. Нереально круто. Он даже сделал... Я помню, я когда смотрел это первый раз, я так умолял его сделать одну вещь, и он её сделает. Сейчас увидите, какую. Там очень красивый Олахай будет, и довольно сильный. А интересно, у Карагоров броней и у Варга одинаково хп? Ну, просто интересно. Наверное, нет. Хотя, может быть, и да. Нихуя себе Карагор пиздец прыгает. Дракон летает в небе. Не, паркур, конечно, ты шо, да. Зверюшкам добавили жёсткий, жёсткий. По-прежнему нельзя стартовать квест с этого. Светлые глаза. Блядь, ну вы просто посмотрите, какой он охуенный. Мистик Танк. Танк. У него больше хп, потому что... У него и так мало хп, потому что она лохая. У него сила лохая. А так теперь он ещё и танк. У него, блядь, дохуя хп, и он способен выдержать колоссальный урон. Помните, как в первой части была казнь? То есть, кстати, у него светлые глаза, да, нереально клёво светятся. А помните, как в первой части выглядела казнь? То есть, там было три бомжа и капитан, которого должны казнить. То есть, если ты приказывал своему бомжу убить вражеского капитана, и получается, ну, попадалась казнь, то... Когда ты приходил, там было три бомжа обычных, которых ты мог и мечом убить, и потом оставался капитан. И потом над капитаном он ещё, ну, так, постоит, а потом уже казнит. То есть, здесь получается только капитан на капитана. И получается, ты можешь выбрать, кого убить из них. То есть, убиваешь одного, у второго повышается сила. Ну, а потом уже, если хочешь, убиваешь и второго. Но он сделает так, как я хочу, да. Он приручит Олахая, это вам спойлер, но всё равно. Ребята, он такой охуенный, вы просто... Вот такая граня мне нравится. Кстати, я так и не понял с первого... Ну, с первого моего делания видео, как здесь оказался этот чувак, то есть, он тупо спавнился, а во-вторых, как он понял, откуда стреляет. То есть, он сразу повернулся, такой, ха-ха-ха, и сразу начинает базарить. Как это происходит? А, так он же... Да, ищейка. Может быть, он просто... Скиллы у него такие специальные. Он же же ищейка. Ну, типа, он шарит. Всё, они начинают драться, короче. Ты в итоге пиздишь, пиздишь, пиздишь их. Там, по-моему, только один за тебя есть. За этой всей толпы даже есть немного твоих, то есть, которые непонятным образом, что здесь делают. А, он же использовал призыв, точно. Если ты не... Гляньте, вы видели просто? Он, блядь, поднял у ног, ну, этого, у рука, и потом дал ему в животяну, и тот улетел, ху-зна-откуда. В общем, если не выбирать, ну, свою помощь, типа, бодигарда, телохранителя, то придут, типа, элитные у руки, которые, ну, типа, вместо капитана, если ты не выбираешь капитана на вот этот призыв, то приходят какие-то бомжи-уроки. Ну, типа, они лучше, чем обычные, но всё равно хуёве, чем капитан. Блядь, какой он охуенный, это пиздец. Он ходит босиком в такой охуенной броне. Это просто охуенный капитан. Блядь, такая жара, что мне, блядь, на своём кресле нереально жарко. Я прям кручусь, верчусь, вам там... Блядь, вас, наверное, уже заебало. Сейчас будет немного странная анимация клеймения. Вас, наверное, уже заебало, да, вот эти скрипы всякие. Ну, блядь, ну, ребята, ну, у меня в доме, пиздец, не знаю. У меня так жарко, что, блядь, я кручусь, кручусь, блядь, в надежде... Сука, хоть как-то, блядь, застыть. Как он оттуда слез? Ну, бывает. Join my army, бич. Самое охуенное, что они убрали эффект светящийся глаз. То есть, теперь у него... Если написано, что он светлые глаза, то это можно увидеть, блядь, они... Ну, они постоянно, как в первой части, у них были синие светлые глаза, и там, блядь, даже, ну, у врага, допустим, были красные глаза, ты его приручил, и у него теперь светятся глаза синим. Ну, это так тупо было. А теперь эту хуйню убрали. То есть, теперь это только броня и вся. Блядь, ребята, сейчас у него будет полное хп, вы просто увидите одну хуйню. Это просто пиздец. Кстати, еще-еще-еще, что я заметил. Когда ты выполняешь одну миссию, попутно проматывается время. То есть, пока ты выполнял... Ну, то есть, логично, да? Допустим, тебе надо сходить в магазин, и, допустим, убраться дома, да? То есть, ты не можешь одновременно пойти в магазин и убраться в дома. То есть, в теории, ебать, ты можешь, да? Послать, типа, ребенка, он пойдет, купит тебе водички, придет назад, а ты уже уберешь. Нет, такая хуйня не работает. Короче, теперь ты должен делать одну вещь. Или идти на казнь, или идти, допустим, блядь, ну, на вторую казнь, да? Ну, на дуэль, хорошо, пускай будет дуэль. Или же пойти на дуэль, и когда ты пройдешь дуэль, похуй как, даже если ты его провалишь, все равно промотается время, и казнь пройдет. То есть, результаты казни тебе покажут. Ну, не покажут, а ты, допустим, будешь знать, допустим, если ты туда послал своего бомжа, допустим, казнить какого-то другого капитана, и пошел, допустим, выполнять битву двух вражеских капитанов. Допустим, ты обоих убил, и тебе, допустим, напишется, там, типа, допустим, вот этот, Ур-Калмар, да? Кальмар, короче. Ты же его приручил, допустим, отправил его на дуэль. Вот, допустим, он дуэлится, дуэлится, а ты проходишь казнь вот этих двоих вражеских капитанах. Ты их прошел, здесь что-то пишется, допустим, вы убили двоих вражеских капитанов. А здесь пишется, Кальмар, типа, допустим, выполнил, или Кальмар провалился, то есть, умер. То есть, нельзя теперь пойти, как в первой части, допустим, кинул засаду, пошел на засаду, выполнил ее, а потом пошел на вербовку своего же капитана, другого, и выполнил и вербовку тоже. То есть, теперь такую хуйню нельзя сделать. То есть, Теперь нужно будет как-то выбирать, то есть, допустим, если твой заклятый враг, ну, каким-то образом он у тебя появился, потому что ты хуесос лошара, который не умеет играть в эту игру, допустим, у тебя появился заклятый враг, и, допустим, он выполняет вербовку, да? И у тебя есть второй капитан, который тебе просто не нравится, то есть ты хочешь его побыстрее убить. То есть ты не можешь теперь пойти и туда, и туда, и убить их обоих. Нет, когда ты будешь выполнять, допустим, миссию капитана, которая тебе не нравится, твой заклятый враг пройдет, допустим, дуэль и повысится уровнем. Или же ты пойдешь к заклятому капитану, ну, ломать его дуэль, чтобы он не прокачался. Твой вот этот капитан, который тебе не нравится, допустим, пройдет вербовку, и все, и тоже повысит уровнем. То есть теперь нужно как-то с этого выкручиваться. Ну, в принципе, догадываюсь как, я, наверное, покажу это в гайдовых видео, когда выйдет игра, и я буду ее собирать, короче. Я, допустим, я все-таки, я придумал, как с этой хуйни выкрутиться. Как пройти два квеста одновременно, то есть... Гляньте, как он лупит, это пиздец. Все, короче, он в ярости от яда, но все равно получает урон. Вот эта казнь, просто посмотрите, он его взял за руки и оторвал их нахуй. Оторвал руки просто заживо, блядь, ну просто вот так вот взял и оторвал, все. Это пиздец. Это пиздец. Он просто взял и оторвал руки нахуй. Он просто, блядь, оторвал руки, вы прикалываетесь, блядь, какая-то сила, блядь, просто оторвать руки нахуй. С костями. Кости, блядь, ну, это просто жесть. Это 10 из 10. Это игра года, короче. Мортал Комбат, блядь, сосет. Вы шо? Просто вы шо? Бруталити эти ваши, фаталити, засуньте их нахуй куда... Куда подальше, блядь, и все. Как же жарко, это пиздец. Как же жарко! Сейчас будет интересная миссия с тёлкой, вот этой Эль Тарьель. Но я её называю Литарьель, потому что, ну, мне кажется, это она и есть, просто... Ну, просто получила новые мечи и этот... И просто костюм другой. Ну, и имя, типа, поменяло. Всё, я не Литарьель, а Эль Тарьель. Ну, вот как-то так. Ну, я просто... Ну, хуёво могу выговорить слова Эль Тарьель. Ну, для меня проще Литарьель. Ну, как-то так. Ну, это чисто уже... У каждого человека... Ой, по-разному. Да, сейчас он будет на вот этот квест идти, по-моему. Вот этот вот. А потом пойдёт на природу, типа. Ну, блядь, в плане не на пикник, а выполнять миссию. В лес, короче. Кстати, давайте я вам расскажу про этот квест зараньше, то есть, чтобы я во время миссии вам не мешал думать. В общем, сейчас будет миссия, типа... Эль Тарьель пришла хуярить призраков сюда, но, типа, что-то произошло на этой карте в Нурне, типа. Появился какой-то особый, типа, орк, типа, избранный. Типа, они называют его избранный. И, короче, он, типа, служит призраком. Ну, скорее всего, это какой-то чувак из Дарк Трайба, у которого, там, допустим, рука прозрачная, да, и он, типа, убивает. Ну, я не знаю. В общем, есть какой-то избранный орк, и он помогает найти нас. Ну, то есть, он помогает призракам нас, голам, найти нас. Вот так вот. Ну, это мы ему, типа, отправили угрозу смерти. Угроза смерти здесь тоже нереально клёво выполняется. Не так просто, как в первой части. Увидите, увидите. Просто всё, всё со временем увидите. Всё будет пиздато, ребят. Всё будет пиздато. Лазить по скалам можно, как они и обещали. То есть, как хочешь, по миру передвигайся, похуй. На драконе, блядь, по скалам, как хочешь. Сейчас он надёт какую-то книжку, и полчаса будет слушать её содержимое. Это я могу промотать. Ну, сейчас я вам покажу книгу, чтобы вы потом не пиздели. Вот книга. Вот сама книга. Инструкция, видимо, для дебилов какая-то. Типа, как собрать катапульту или типа того. Потом, на карте, на карте, на карте, смотрите, на карте есть Грауг. Это явно Грауг, который сражается с петьму карагорами. Это, видимо, какая-то арена, да? Бля, я бы хотел посмотреть, но, к сожалению, он не посмотрит направо, а сразу начнёт миссию. Вот это хуява. Да. Вот как-то так. Назгулы выследили тебя... Назгулы выслеживают тебя по всему Мордору, и типа тебе нужно понять, как. И сбить, короче, следы. Хотя я не понимаю, почему мы убегаем от Назгулов. Хотя в трейлере было видно, типа, что они когда к нам притрагиваются, типа, кольцо переходит на тёмную сторону, и мы типа становятся Назгулами. Но непонятно, почему. Хотя мы, по идее, сильнее. У нас же кольцо, ну, как бы, единое кольцо, как у Саурона, и мы же сильные. Не понимаю. Может, это просто особенность такая у них, но, знаете, типа... У кого есть кольца, они переводят на тёмную сторону. Не понимаю. Тоже непонятно. Не понимаю. Опять эти музыка из первой части, тоже в Нурне эта же музыка играет. Они, походу, не меняли эту хуйню. Они, походу, только геймплей поменяли, и всё. Вот она ебашит Назгулов. Вот, она говорит, типа, он разговаривал... Ну, прежде чем я его заебашила, он разговаривал с каким-то орком, который отличался от других. Вот это избранный. Я же говорю, какой-то ебанутый избранный. Кстати, она, по-моему, не тупая. Она по мини-карте, но, насколько я понял, я же говорю, что я удалил видео, я его уже снял, перевёл точнее. Она ходила вот так вот по мини-карте и тупо всех стелсом выёбывала. Нихуя, она сказала. Нет, пощады для сил тьмы, короче. Что-то двинулось внизу. Что-то двинулось. Блядь, вот ближе подойти не мог. Дебил, короче. Кстати, система Немезис теперь... Ну, может... Ну, скорее всего, это просто не система Немезис, а способности компьютера. Всё-таки он производительный, да, и на ультре всё тянет. Раньше, ну, лично у меня, когда я играл на компе, ну, в Мордор, на средних, он у меня на высоких не ишёл, у меня компьютер слабый, как вы знаете, то, короче, всех уроков, которых я клеймил, а потом буквально отходил пару метров, то они, короче, становились снова злыми. То есть, они как будто переспавнивались, да. А здесь, ну, то есть, он вот этих клеймит бомжей, и получается, потом, когда он возвращался назад, я видел, что бомжи всё равно оставались его. Ну, видимо, или система, или, может, всё-таки способности компьютера. То есть, компьютер, он же лучше, получается, чем у меня, и он запоминает, то есть, дальше по карте, сколько он кого заклеймил, то есть, ну, примерно, я думаю, вы понимаете, о чём я, да, то есть, у меня компьютер не запоминал. То есть, я отходил буквально за пару холмов, и всё, и он сбивал этих уроков, и будто переспавнивал их, и всё. А здесь нет, он же в другую часть эван-поста пошёл, и они всё равно сохранились. То есть, они остались на моей стороне, ну, на его стороне. Ну, вы поняли. Я надеюсь, вы поняли, что я хочу вам донести. В общем, как-то так. В общем, сейчас они будут допрашивать вот этих бомжей, типа, чё это за хуйня, типа, чё это за орки общаются с нас, с голами, он говорит, я не знаю, спрашивай кого-то другого. Потом он пойдёт к ещё одному орку, потом, типа, тот тоже скажет, типа, не, я не знаю, типа, потом Келембринбург на третьем уроке, типа, скажет, где мне найти вашего избранного, он говорит, это секретно, типа, блядь, никто не знает, в общем, иди нахуй. Короче, в итоге эта миссия полностью провалится зря, единственное, что, просто походишь, поклеймишь, ну, чисто время потратишь, да, игровое, и всё. В общем, вы смотрите, я пойду себе ещё шоколадку возьму, но тут, я говорю, тут ничего не будет, а никто ничего не скажет призраку, никто ничего не знает, но, как бы, последний, вот, только пятый орк скажет ему, что это чисто секретно, и нам говорят, то есть, где он находится, то есть, в определённый момент нам скажут, типа, идите туда, мы придём, он там будет, а потом он уйдёт, и мы, типа, уже не знаем, где он. Ну, вот, примерно так. В общем, смотрите, тут ничего больше всё равно не будет. Субтитры сделал DimaTorzok Оу, жара, пиздец, жара. Это какой уже, четвёртый или третий? Нихуя, только второй, вы чё, гоните, ребят? Вот, я вам громче сделаю, послушайте, короче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Правда, рожей не очень вышло, но ничего Под пива сойдет Она эльфийка, да? Или человек? Я не знаю И, кстати, такой вопрос, пока я тут дыньку жрал А у короля-чародея по-любому же есть кольца, да? То есть, у нас было это же, типа, бывшие люди, которым подарили кольца А потом они, типа, стали из-за жадности, вся хуйня, да? То есть, а как избирался король-чародея? Это, типа, самый главный король какой-то? Я просто не знаю, надо загуглить Я просто забыл Король-чародея, ну, король, наверное, типа, был королем людей или типа того То есть, самый главный человек, да, который был с кольцом, не знаю Вот этот из девяти королей, ну, из девяти лордов, наверное, самый главный Кстати, сейчас он будет проходить эту природу ебаную, я ее промотаю Вы это уже видели, короче Поэтому Нахуй вам это надо Давайте лучше угрозу смерти Вот угроза смерти здесь пизда-то выглядит Угроза смерти здесь выглядит так, что Короче, поединок, поняли? Ну, типа, поединок с капитаном То есть, я ему пригрозил смертью и получается Я с ним пвпшусь, как на арене, примерно То есть, все стоят, смотрят, а мы с ним пиздимся Ребят, дынька такая дорогая, пиздец Раньше было дешево, а теперь дерьмо Ебаный курс доллара Он такой уродит, пиздец Ребят, дынька, дынька Ребят, дынька, 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 дынька Ребят, дынька, 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 дынька Терраслайер, пиздец С виду такой угроза, вообще Но на самом деле То есть воины ему помогать не будут Но просто тут произойдет одна хуйня Сейчас увидите какая Вот они пиздятся, короче, вся хуйня Вот, они из-за того, что дрались Он зацепил Олога И потом на него напали в итоге Но правда одна казнь Снесла все ХП Он, видимо, какой-то слабенький Или уязвим, короче Но сейчас будет очень долго, они будут бегать еще минут 20 Поэтому я спокойно пожру еще Он призовет двух бомжей на помощь Они ничего не сделают, они сдохнут сразу Блять, такой стоп-кадр интересный Он валяется в грязи, купается Ой, отнес, короче, дынку Нормас Не понимаю, что он пытается сделать Он же может шедострайком его убить Но ладно А, точно, он его заклеймит В натуре, я вспомнил Он же клеймит всех Как всегда Самое интересное Что наш щитовик забагался То есть он просто бегает за нами, но не бьет А потом он даже будет бить Наш же Видимо, нужно приказать ему, типа Отринуть его волю Чтобы он перестал за врага бегать Ну, не знаю Но он же, видите, он нам не помогает То есть Так бы все на него отвлеклись и все О, лоха и быстро и вообще Сколько там уже времени идет эта хуйня А, час тринадцать? Ну да, тут уже конец Сколько уже? Ого, четыре часа Через два часа мне надо уже Через полтора часа надо выезжать Кстати Пока тут идет такая суета Буду рассказывать, наверное, инфу канала В общем У меня будет обычное сильвер Сильвер издание Потому что с баблом сейчас напряг Я, короче, потратил все на новый жесткач И не рассчитал, в общем, бабки Купил, ну Поддался, так сказать, соблазму Купил на терабайт жесткий диск И, короче, потратил кучу денег И Получается, не смогу взять голд из здания Поэтому все, кто ожидали Увидеть все-таки на прохождении Мое голд из здания Хочу вас расстроить Не хочу, конечно, расстраивать Но что делать? Придется сказать, что Голд из здания не будет Поэтому Все, кто ожидали Ну, то есть, заранее как-то Мостились Да, там, место готовили То есть Подыскивайте себе Ну, не знаю Каких-то Стримеров, что ли, побогаче То есть У меня будет обычная сильверка Я думаю Ну, в принципе, мне хватит А Как уже вам Это То есть Ваши проблемы, собственно Не нравится Нравится Не нравится Вот тот момент Наш чувак сбил захват Это как-то немного странно Может, игра заглючила И просто И все Ну и все Он его сейчас затамит И конец видео, короче Join my army В общем, блядь Command, retreat, stay and fight Все Вот, короче Он прощается Вся хуйня Они дерутся друг с другом Наши Я просто не понимаю Еще раз, короче Всем спасибо за то, что смотрели Блядь, это видео Я точно не сотру Господи, ебать Я дебил Я стер просто У меня было отличное видео Я его просто взял и стер С охуенными эмоциями Ну, потому что Это был первый раз Я, ну Сейчас уже как-то не очень, да И так заставил себя Давить из себя Все, что только возможно В общем, спасибо за внимание Оскару Оскару отдельное спасибо Он работает лучше, чем Он явно работает лучше, чем мои рекомендации Да, спасибо тебе, Оскар На самом деле Еще раз Насчет Silver Edition Я думаю, вы уже в курсе Я уже вам его рассказал То есть Стрим и прохождение Будет чисто по обычной версии Ну, естественно Я думаю, племена и DLC я докуплю Но это уже будет немного позже Уже гораздо позже Да, чем Чем так То есть Я имею ввиду Поначалу Явно будет Silver Потом Что-что-что еще Сказать хотел В субботу В субботу Я Получается Сейчас пятница, да В субботу Они обещали стрим Ну, как всегда Должен быть стрим Не знаю, что будет Но я бы хотел увидеть Новое древо навыков Допустим, лук Да, или животное То есть Что-то из двух А так Больше ничего То есть Спасибо за вашу поддержку Я вижу, что реально Как бы нравится людям Там в среднем 26 тысяч просмотров И я думаю Для меня Это нереально много То есть Я не Ну, я вообще Не жалуюсь Я Я не требую То есть Я не то, что не требую Я и многого И не прошу Для меня Вот эти 100 человек Вот эти почти 100 человек Которые у меня есть У меня сейчас, по-моему, 94 Ну, допустим Даже 100 человек Для меня Вот которые есть Вот эти Которые меня смотрят Которые Ну, ставят свои оценки Какие бы они ни были Отрицательные Положительные Если бы еще и на стримах Когда они будут проводиться Примерно так вот Тоже Человек 50 Хотя бы сидело Все Это мой предел Мне больше не нужно То есть Это будет прекрасно Спасибо вам Ну, что поддерживаете По сути все Тут видосик уже заканчивается Ждем Ждем игру Ждем стримов Ждем инфы А вот Оскар Накидает нам Еще чего Я просто не был подписан На этого чувака Я вообще не знаю Ну, может быть Просто Вопрос в том, что На YouTube гейминге Хотя Там тоже не факт, что есть Ну, хорошо Это уже, блядь Такие нюансы Все равно Комьюнити есть Комьюнити помогает Оскар Насколько бы он злым Не был Все равно Там кидают Что-то Что-то делает В общем Вся хуйня В общем Все Всем спасибо Всем удачного дня Я надеюсь Это видео я не удалю Все Всем хорошего настроения Субтитры сделал DimaTorzok